Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, начинаем прямой эфир. Прямой эфир, посвященный серии смысл жизни и щупаю пульс. Очень рад всех приветствовать. У нас сегодня очень интересный, очень интереснейший гость. Сейчас я... Так... Так, сейчас Александр Зуев подключается. Сегодняшний эфир у нас второй и мы обсуждаем также очень интересно тематику смысл жизни. Смысл жизни, цели, мечты, как обладать знаниями, как обладать талантом, как обладать интереснейшими навыками и при этом быть человеком, оставаться человеком. Сейчас буквально пару минут. Александр уже подключается и пока коротко там Саша подключится. Да, ранее я вам уже представил Александра. Многие как бы читали немножечко о нем информации, но более подробно он расскажет о себе сам. Так, секундочку, у нас у Саши что-то там не получается присоединиться. Попробуем еще разочек. Вот, он мастер рукопашного боя. Мастер Цигун. Так, секунду, что-то у Саши сейчас подключится. Мастер Цигун. Очень интересующийся всякими явными и неявными практиками и тайными жизнями. Очень мой недавний знакомый, мой друг путешествует очень часто, очень в разные уголки мира в поисках тайных знаний, в поисках каких-то вещей, каких-то знаний больше как бы таких вот, которые направлены на жизнь, жизненность, на качество жизни. Вот. Я Саша воспринимаю как настоящего мастера. настоящего мастера. Мастера по жизни, в первую очередь. По жизни, потому что все знания, которые, ну, тем или иным образом получаем мы, мы всегда используем для себя, для настоящего. И вот Саша один из тех мастеров, который очень много знает, очень много путешествовал. И надеюсь, что сейчас все сложится. Мы подключимся. Комментарии будут отключены после того, как Саша подключится, для того, чтобы его было видно. В самом конце я их включу, и мы дополнительно сможем задать, и вы сможете задать ему вопросы. Это техническая проблема, с подключением. Ну, я думаю, что все сложится, все получится. Те, кто задал вопросы заранее, я их вписал в, скажем так, сценарий. Прямо лови хира. Те вопросы, те тематику, которые я хотел бы поговорить о лице с Сашей. Вот. Все мы меняемся. И в каждый момент времени вот эти вот изменения, они помогают нам обрести себя странно. Почему-то с Сашей не может подключиться. Обрести себя, найти себя. И вот это все. Мы обо всем этом поговорим. Да, небольшая заменка. О, так, секундочку. Посмотреть запрос. Так, все. Еще разочек. Сейчас еще раз ожидаем, Саш, подключение. О, пресс, Саш, все сложилось. Так, друзья, я рад тебя получать комментарий, чтобы было Саше видно хорошо и четко. В конце эфира мы включим, и можно будет чуть-чуть вот... Да, все отлично. Саш, представляю тебя как настоящего мастера, настоящего путешественника, настоящего человека, друга. Очень интересного... Немножко у меня фонит звук. Надеюсь, что всем все хорошо слышно. Вот. И ты для меня всегда остаешься был, есть и будешь как старший брат. Почему? Потому что очень многим техникум и практикам я у тебя и учился, как бы и учусь, и параллельно с тобой иду. И мне бы хотелось вот сегодня с тобой поговорить не об этом. Но и об этом в том числе чуть-чуть. Ну, как? Что? И почему? Что тебе дало, что тебе помогло, как бы, в этой жизни, вот те знания, которые ты получил? Потому что обладая знаниями, обладая навыками, обладая, как бы, достаточно глубоким пониманием, познанием дасизма, познанием рукопашного боя, познанием цилуру и других практик, техник, все-таки бывает ли соблазн использовать это как-то не всегда так, как ведет сердце? То есть есть ли такое внутри ощущение или было ли ощущение, что когда ты что-то делаешь по запросу или еще по каким-то вопросам, то есть не от души? Интересный вопрос, глобальный. И рад всех приветствовать, кто нас сейчас смотрит. Также приветствую, Сереж. На самом деле Сергей занимается давным-давно разными практиками, и без меня в том числе, это он просто немножко так говорит, что занимается. Да, мы действительно много и давно занимаемся вместе, в принципе, идем вместе, поэтому об этом есть доля правды. Но насколько действительно техники цигун, практика или боевые искусства помогают в жизни? Ну, первый вопрос, да, они действительно помогают мне идти и как бы развиваться, развиваться и понимать себя через вот эти все психотехники, в том числе боевые искусства. Но бывает, что это не от сердца, наверное, нет, иначе бы я этим не занимался, как бы. Бывает, как бы, когда ты проваливаешься по энергии и неохота, допустим, заниматься сегодня, а это надо делать. Ну, тогда я включаю, конечно, волю. Тут говорить не о чем просто. Но еще раз напоминаю, кто, например, не знаком с практиками психофизической саморегуляции, мы их называем цигун практиками, то, конечно, здесь, в этих практиках, нужна наимнейшая поддержка волевого центра. Тут должно быть все как бы на таком легком намерении, на желании этим заниматься. И ни в коем случае нельзя применять такой момент, когда вы пробуете с помощью таких психотехник простроить свое состояние сознания или тела. очень важно, чтобы вы изначально уже были целостны и подходили к таким практикам, ну, уже целостным и полным. Тогда эффект будет от самих практик. Ну, а с боевыми искусствами там все проще. Там как раз работают в основном волевые центры, и на волевом центре мы можем делать долго и много. Даже если там, допустим, болеешь, если там простуды какие-то, на это вообще не обращаешь внимания. Бывают травмы? Да, бывают травмы. Но тут опять включается воля, и все зависит от того, насколько у человека достаточно личной силы, чтобы как бы это все трансформировать в нужном русле, в нужном векторе. Даша, еще у вас следующий вопрос. Вот смотри, обладая такими знаниями, обладая опытом, обладая целостным взглядом, пониманием и видением, какую грань ты не приступишь ради бравады, ради хайпа, ради популярности? Как вот ты определяешь вот эту грань для себя? Чем ты руководствуешься? Знаниями, ощущениями? То есть откуда они идут? Немножко с другой стороны тебе задам еще раз вопрос. Ну, вообще я бы не приступил бы никакую черту, которая меня ограничивает в практиках. То есть у каждого практика, у каждого инструктора или наставника есть свод правил своих личных, внутренних, к которым он не приступает. Естественно, они не разглашаются особо, но я думаю, что они примерно у всех одинаково. Для этого можно просто погуглить и посмотреть, чем руководствуются все направления китайские по боевым искусствам, цигун практикам. Всегда есть свод законов, которые человек, ученик, пришедший в храм или в школу, он должен соблюдать эти правила. И если человек такой не соблюдает правила, то, конечно же, этот человек изгоняется из школы. Саш, ты много путешествуешь, и исходя из поездок, что тебе больше всего запомнило в жизни? Такое яркое, душевное. То есть вот то, что живет у тебя в сердце. Ну, яркое или душевное, это немножко разные вещи, потому что по яркости, возможно, это, конечно, Эльбрус, а по душевности, по сердечности это может быть Индия. Причем есть определенные места, которые действительно там сидят глубоко достаточно, потому что Индия – это интересная волшебная страна, где происходит, если ты сердцем открыт к этой стране, если ты открыт к культуре Индии, то, конечно, с тобой и будет случаться волшебство, оно происходит в любой части нашего земного шара, но для меня Индия – это, конечно, именно та страна, где сказка еще осталась. Если в России это в основном рационализм, то в Индии очень много этого иррационализма до сих пор, и отношение, допустим, с теми божествами не по книжке, не через попов, а это происходит напрямую. Ну, это да, это очень важно. Одна из историй, чтобы повеселить народ, одна из любимейших моих историй. Однажды мы с Леной находились в Хаваламе, и ты там был, я знаю. Прекрасное место, красивое море, ну и так далее. Очень вкусные ананасы, которые там выращивают. Одни из лучших, самые сладкие. И вот вечером мы проходили по улице, и к нам подошла девочка, услышала русскую речь, подошла к нам, говорит, вы русский? Мы говорим, да, русский. А она говорит, хотите я с вами поделюсь сегодняшней своей историей? Мы говорим, ну, конечно, потому что эти сказки, она постоянно здесь. Понимаешь, что с тобой произойдет в следующий момент, ты не знаешь. И она рассказывает такой момент. В Кероле, в штате Кероле, живет такая мата Джи, многие ее знают, и к ней приезжают со всего мира пообниматься с ней. Она именно обнимает в течение нескольких часов, в течение суток она обнимает, и при этом не кушает, не пьет и так далее. В общем, такая очень мощная женщина. Естественно, конечно, она таким образом инициирует всех. Эта девушка приехала к этой матушке, выждала там очередь, прошла эту очередь, очень длинная была очередь. Она обнимает. Да, но ничего не произошло, и девочка такая с печалью, уезжая вечером, выходит на перрон, видит там, как всегда, такого старенького немощного дедушку, который, ну, бомжоватого вида, она ему дает 10 рупий, потому что он на нее попросил, и дедушка отдает ей обратно 5 рупий. И вот с этого момента, пока она ехала в поезде, у нее слезы, у нее сердце открытое было. Вот такие сказки, они постоянно происходят в Индии, потому что настоящий садху, настоящий бабаджи, он отдает всегда половину обратно денег. Таким образом он инициирует человека через эти деньги. И ей повезло, но если бы она не съездила к этой матушке бы, этой встречи с бабаджи не произошло бы. Да, вот это, как говорится, не случайность случайностей, которые происходят постоянно. Вопрос в том, замечаем мы их или не замечаем. То есть насколько мы открыты и видим то, что нам подносит наша судьба, наша жизнь, то, что мы, в принципе, рядом всегда с нами. Да, Саш, очень интересно. И еще вот такой момент. Вот опять-таки, ты чему больше всего научился или кто у тебя знаковая такая личность или мастер, который дал тебе, скажем так, многое или большее из того, что дало направление, может быть, жизненное или вот ощущение жизни, то есть как личность. Ну, это понятно. Безусловно, это Александр Николаевич Медведев, который пришел ко мне в мои юные годы, и у меня не было еще психика сформирована, ее не нужно было ломать, и на нее можно было накладывать все концепции, которые были у Александра Николаевича Медведева на тот момент. И где-то частично я этим концепциям практически всем следую, и тем же законам, и правилам, которые соблюдаются в школе Шоу-Дал. То есть он является представителем этой системы. Насколько она настоящая? Вот сейчас очень много идет споров, там много в Ютубе, очень много разных людей, которые обзывают Александра Николаевича, говорят, что он шарлатан и так далее. Но человек, который действительно сталкивался с этим человеком, может сказать точно, что человек это не шарлатан, а настоящий практик. Да, я знаю. Да, я знаю. Поэтому в основном я говорю это не для тебя, а для тех, кто нас смотрит. Вот и все. Это человек, который изменил судьбу очень сильно, потому что в те молодые годы, если бы это не произошло, возможно, я бы ушел в какие-то бандитские группировки, как и большинство в 90-е годы. Но появился Александр Николаевич Мазаре, и, собственно говоря, он изменил картину вообще в другую сторону. Он показал, как можно не выпивая, не припевая к наркотикам, жить радостно, счастливо, полноценной жизнью. Вот это самое главное. И буквально мы тут недавно встречались все, ну, одни из старых учеников, Александра Николаевича, и есть такой известный человек, Николай Николаевич, и вот он говорит, а ведь Александр Николаевич всем нам дал путь в жизни, и что бы было, если бы не он. И я с ним полностью согласен, и меня берет печаль за тех людей, которые так или иначе обзывают Александра Николаевича в своих руках. Ну, понимаешь, как очень часто человек, задаваясь вопросом, задает для того, чтобы просто получить ответ, не погружаясь, не углубляясь в ту суть, то, что не видно на поверхности, потому что на поверхности не все замещают те крупицы знаний, которые, на самом деле, они же есть крупицы, потому что они помещаются вот на ладошке. Кто может их взять, увидит, тот их берет, а кто не может, тот ставит палки в колеса и рассказывает, как это, басни несуществующим, потому что сам не попробовал и не понял. А это вот как раз-таки очень важный критерий, когда мы идем от сердца, то есть от того, чем мы живем и то, как мы живем, и оно постоянно с нами. Вот это чудеса, да, это замечательно. Так, еще вот такой важный вопрос. У меня четверо детей, ну, ты, в принципе, знаешь, мальчишка точно. Вопрос следующий. Я постоянно задачу, как ребенок, это для меня уникальная личность. И каждому ребенку я нахожу свой подход, обучение, в каких-то жизненных нюансах, чтобы понять личность у него и дать какие-то вещи, которые не хватает. Вот в твоем понимании, в каком возрасте нужно подходить к воспитанию ребенка? То есть в каком возрасте может быть какие-то знания? Ну, скажу, что у меня детей нету, потому что в основном мои дети, это мои ученики, и в основном вся эта жизнь. Это я на всякий случай, потому что, в принципе, вопрос не ко мне, да, по детям. Но в целом... Это как раз-таки к тебе, мастер во всем. Я понял, да, хорошо, спасибо. Значит, конечно же, я рекомендую, например, детям с детства заниматься не боевыми искусствами. Ой, сейчас меня инструктора боевых искусств просто закидают тряпками. Но это действительно так. Я не рекомендую заниматься боевыми искусствами. Я бы с малых лет отдавал ребенка в плавание, чтобы он развивал дыхание правильное во время плавания. Я бы отдавал бы ребенка на гимнастику, чтобы у него там растянули его, чтобы он научился управлять своим телом. Я бы отдал бы школу шахмат, чтобы он научился стратегически мыслить. Я бы отдал бы куда-нибудь в музыкальное училище, чтобы он развивал слух у себя. И, конечно, он должен развивать в себе образы. А это живопись. Любая живопись. Вот основные требования от ребенка. И не нужно говорить, что мы таким образом загубим его детство. Ни в коем случае. Мы его избыточную энергию направим именно вот в этот момент. Просто не все родители готовы заниматься именно вот водить детей. Это все очень сложно на самом деле. А зачастую молодые родители, они хотят больше тратить время на себя. То есть они иной раз не понимают, зачем они родили, а потом они еще и хотят как-то от этого избавиться. Ну и предоставляется ребенок сам себе. И это тоже не камильфо. Об этом можно говорить вечно, но, к сожалению, где-то что-то меняется. Есть умные семьи, есть не очень умные семьи. Но это вкрасывал по поводу куда бы я отдал бы. Какой там еще вопрос был, Сереж? Ну вот как раз-таки к воспитанию. То есть я уже порекомендовал. Еще вот как раз хотел спросить, какой самый жизненно важный навык ты считаешь необходим ребенку? Жизненно важный навык заключается в том, чтобы он научился учиться в этой жизни. Правильно учиться. Не запоминать. Чему учат в начальных школах, это просто развитие памяти. Это в принципе хорошо. Выучить то, сего сила того, что сейчас очень большой поток информационный. И человек, если будет все запоминать, у него просто не хватит поля, пространства для запоминания. То есть у него не хватит, может быть, памяти где-то. Очень важно научить правильно ориентироваться ребенка в информационном поле. То есть он должен улавливать принципы. Не заучивать все, а понимать принципы тех или иных действий. Вот это основная задача. Да, это прям очень жизненно здорово. Почему? Потому что очень часто как раз таки реализуирую то, что ты сказал. Многие родители думают, сейчас мы отдадим одно, второе, третье. А по сути, как это основное научиться учиться, ты перечислил как раз таки пять вещей очень важных. Это гибкость, это развитие мозга шахматы, это плавание, это дыхание, это опять таки гибкость, подвижность. А подвижность, гибкость, это в жизни как раз таки умение в любой ситуации оставаться подвижным, а не прятаться, страх закрепощаться. Это не рукопашный бой. то есть, это можно, конечно, силу наработать и своей массой сдавить, но зачем, когда можно как-то просто жить. Обязательно, еще иностранный язык я забыл. Это развивает второе полушарие. И вот у нас одна была интересная очень встреча, тоже было это как всегда в горах, это было в Непале, когда мы шли вокруг больших гор восьмитысячников и Анапурны, так называемые, горы. И там получилось так, что было много европейцев и среди европейцев была русская семья, которая в свое время в том веке, в начале того века переехала в Америку. Ну и потом так получилось, что женщина вышла за европейца и в результате у них родилась дочка и дочка знает четыре языка. Русский, английский или американский, швейцарский и испанский. И это было очень здорово смотреть на нее, потому что там как раз все вот эти культуры собрались, все эти языки собрались и она без какого-то напряжения общалась одновременно и на испанском, и на английском, и на швейцарском, и с нами на русском. И это, конечно, когда ты не можешь там сложить пару предложений там на английском и смотришь, как это делает очень легко и свободно девочка, как у нее переключается вот этот тумблер с одного языка на другой, это, конечно, очень здорово. То есть, вот такие люди, вот эти 70 лет, которые были для нас как бы в резном занавесе очень сказываются на вот этом языке, потому что когда наши русские люди попадают вот в такие англоязычные страны или где там постоянно вот есть английский, они чувствуют себя некомфортно, и это очень, ну, это печалит, конечно. То есть, я рекомендую с детства изучать языки и именно те языки, которые, ну, как бы будут следующие. То есть, например, мы знаем, что в 1800 каком-то году был моден французский язык, да, сейчас это английский, какое-то время был французский язык. То есть, сейчас это надвигается китайский, и, скорее всего, нужно изучать больше даже, ну, английский и китайский язык. Вот это бы я посоветовал бы детям, потому что именно на этом, ну, по крайней мере, скажем так, что многие мои знакомые, кто знает китайский язык, они легко устраиваются в хорошие фирмы китайские, которые здесь у нас потихонечку осаживаются в России. Да, Саш, ну, и вот, как бы, немножко поговорили в целом, как бы, о твоих включениях, направлениях, интересах. Ты немножко поделился тем, кто для себя очень важную такую роль в жизни сыграл. Ты немножко рассказал о видении того, как детям помочь развить те навыки, те таланты, которые у них заложены, как это поспособствовать. я вот сейчас сделаю так, и он будет ребенок такой. А именно раскрыть талант. И вот подходим как бы в таком интересном моменту. А вот почему ты как бы начал заниматься и интересоваться, увлекаться, скажем так, цигуру? То есть что тебя привлекло? Ну, все очень просто. Я начал заниматься сначала, как и все ребята, боевыми искусствами. Сначала это было, естественно, самбо в молодые годы, потом это было каратэ запрещенное, потом это было уши, потом появился Александр Николаевич в какой-то момент. И именно он, собственно говоря, и привил любовь к измененным состояниям сознания, когда ты посредством разных практик, посредством созерцания природы, посредством созерцания самих боевых искусств. И боевые искусства это не то, что вот сейчас у нас передают по каналам, как бизнес такой, да, в клетке люди там бьются, там кровь, кровище. Боевые искусства это немножко вообще другое. Это язык тела, умение простраивать свое тело в пространстве, умение простраивать свое тело в пространстве относительно пространства партнера. И в принципе жест тела это примерно то же самое, как разговор. Можно говорить матом, можно говорить очень костно, а можно говорить очень красиво и изящно. И вот когда происходит спарринг, это то же самое. Если мы смотрим, что это костный бой, некрасивый, несимпатичный, то это, как правило, такой язык, на котором говорят на очень низком языке, на уровне грубой мышечной силы. А если мы это видим, что действительно там есть утонченность, то есть люди очень хорошо простроены, они не разваливаются во время спарринга, у них движения очень красивые, то, конечно, можно о таких людях говорить, что у них действительно есть искусство, боевые искусства. То есть они отработали реально эту технику и вознесли ее до уровня искусства. То есть они стали чуть выше над этим всем. Но именно вот эта красота, в том числе, помогает тебе прийти к техникам, которые называются словом цигун, которые так или иначе помогают и оздоровить тело, и улучшить твою координацию, и улучшить силу, но не мышечную силу, а немножко другую силу. Вот для чего, собственно говоря, цигун и нужно. И в таких школах, большие, как, например, школа Шаудау, она неотделима боевые искусства от цигун практики, потому что цигун практики именно помогает прежде всего укрепить здоровье, а потом уже развить силу. Да, это важно. И вот что цигун дает лично тебе практика цигун? Ну, прежде всего, как психологу, я бы сказал, что умиротворение, как в том мультфильме, умиротворение, да, был, вот, мультфильм, панда, и вот там был герой, один из таких, мастер Шифу, и вот он все искал этого умиротворения, и когда он разрешил ситуацию, к нему пришло умиротворение. Я думаю, что цигун позволяет простроить психическое состояние, а когда простроена психика, то и большинство болезней в принципе тебя не коснется. Ну, вот как раз-таки следующий вопрос в этом же направлении. Вот конечная цель цигун, лично твоя цель практики какова? Развитие Яншень. А, что ты понимаешь? Ворота и Да, под словом Яншень, потому что это такая терминология даосская, и немногие понимают чуть-чуть. Ну, давайте разберемся так, что более простым языком это наше сознание. Разумное сознание, которое помогает нам идти не на эмоциях, идти не импульсивно, а идти разумно по этой жизни. А для этого мы изучаем цигун. Цигун позволяет развить и утончить наше восприятие этого мира. Когда мы утончаем свое восприятие этого мира, мы начинаем чувствовать перемену погодных условий, сезонные условия, суточные условия, лунные циклы, солнечные вспышки разные, влияние планеты, влияние перемен Земли, и все это интуитивно, либо уже осознанно с помощью знаний, безусловно, изучая их, мы начинаем течь в этом пространстве и простраивать не только свое физическое тело, но и простраивать психическое тело. Вот это вкратце, что такое яншинь, для чего это нужно. И конечно ты сам знаешь, что например, когда происходит межсезонье, если человек не успел перестроиться зимы на лето, или ускорился, то у него возникает естественно хаос ци, то есть нужно сбалансировать, сгармонизировать, и тогда мы идем к тебе, и ты нас уже с помощью иголочек балансируешь и так далее. У человека, который занимается цигуном, вот хорошего мастера, у него таких болезней просто не бывает, потому что он очень тонко чувствует вот эти все перемены, и он успевает как бы изменить свои потоки энергии, и таким образом он, собственно говоря, и не болеет. Вот, как раз-таки немножко вопрос теперь немножко из смысла жизни, а потом вернемся к цигуну, вот в таком графике, в таком ритме, как ты успеваешь жить, как расставляешь приоритеты, то есть вот жизнь, работа, дела, обучение, ученики, потому что у тебя достаточно много учеников, в котором ты тоже огромное внимание выделяешь, и время, то есть это и силы. Тут тоже очень все просто, есть мастера, вот один из моих мастеров, китайских мастеров, Ленао Ши, он приезжал сюда, в Москву, он даже одно время тут жил, и он дал классную идею, собственно говоря, эту идею давал и Александр Николаевич Медведев всегда, смысл заключается в том, что мы не должны разделять практики, вот именно психофизические практики, на два часа в неделю, раз в неделю, по два часа, и потом заниматься обыденными делами, они говорят так, что мастер, он постоянно находится в практиках, если этого не происходит, то никаким ты мастер, собственно говоря, и не будешь, вот основная фишка, поэтому два в одном должно быть, ты моешь тарелку, одновременно простраиваешь стол, ты идешь куда-то, ты идешь не просто абы как, слушая какую-то музыку, а ты простраиваешь свое тело, и правильно еще и наступаешь на землю, или там на асфальт, то есть ты постоянно что-то либо массируешь, либо простраиваешь, но без этого нельзя. Ну, да, то есть получается в этом всем есть, как многие сейчас ищут, очень огромное количество марафонов, каких-то занятий, влечений, это будь самой яркой, будь там самым сильным, трансформируй себя, там и так далее, и тому подобное, сейчас весна, нужно быть там худой, нужно быть умной, богатой, счастливой, то есть это значительно проще, то есть это закладывается просто в регулярности, в постоянстве и безусловно в знаниях, то есть истинных знаниях, которые даются от учителя к ученику, и вот здесь вот вопрос, как бы следующий, в чем важность отношения учитель и ученик? Ну, с чего, собственно говоря, мы и начали разговор сегодняшний, это сердечность, то есть если не открыто сердце, вот Александр Николаевич Медельев об этом всегда мне говорил, мне не важно, ученик пришел из большого спорта или пришел с улицы, координированный он или не координированный, гибкий или негибкий, достаточно у него мозгов или недостаточно мозгов, то есть всегда я могу его научить боевым искусством, это не проблема, главное, главный критерий заключается в том, чтобы у человека, у этого ученика, у человека, который есть запрос, который пришел к Александру Николаевичу, было открытое сердце, если открытое сердце, все, знание проходит напрямую, там нету фильтра, ты просто берешь всю ту информацию, которая есть у Александра Николаевича, ведь получается, что у мастера, мастер может дотянуть до своего уровня, почему он отличается от ученика, тем, ну, тем, что у него навыков намного больше, нежели, чем у ученика, и, конечно, он в своей колокольне лучше видит, где есть косяки у этого ученика, где он не простроен и так далее, и в этом как раз помогает учитель, то есть корректировать и направить в нужное русло, и, конечно, если сердце открыто у ученика, то он воспринимает информацию без искажений, если у него стоят фильтры, если он пришел взять пару приемчиков, а потом их тоже перепродать куда-то там, ну, это практически тупиковый, тупиковый путь, и зачастую информация искажается, и, как правило, вот такие люди, они, как правило, потом и говорят, что техника или школа не целостная, все это ерунда, ну, и так далее. Ну, да, как раз-таки мы возвращаемся, не то, что возвращаемся, а приходим вот к сути, то есть вот все время кружимся вокруг сердца, сердечности, открытости, душевности, духовности, духа и так далее. Не зря говорится, что знания нельзя выучить, нельзя, там просто, они передаются только от сердца к сердцу, и это вот действительно такой очень тонкий и необыкновенный контакт, потому что, ну, когда встречаешься со своим учителем, то четко знаешь, что это твой учитель. Вот. Очень, как бы, интересно. А вот теперь задумывался ли ты о смысле жизни, как говорится? О смысле жизни я задумываюсь постоянно, потому что всегда есть кризисы, которые ты проходишь. Это никто не отменял, это происходит у каждого человека, и если мы почитаем даже духовных отцов наших, православных, то там то же самое все это есть. Человек мучается, человек плачет, человек не понимает, почему не приходит вот эта благодать божественная, хотя он вроде как бы делает очень много правильных действий, поступков и так далее. Либо он теряет свой путь в какой-то момент, и такое тоже бывает. Это происходит у всех и у каждого, и это нормально. Единственное, что я говорю, вот для меня, так как, еще раз говорю, что это пришло достаточно рано, то у меня нет никаких особых стрессов там, что-либо куда-либо менять, да, то есть, но оно пришло вовремя, и, собственно говоря, я как танк или как поезд, да, там дизельный, по прямой, собственно говоря, и мне не важно там, там, что происходит в пространстве, вот, ну, как бы меня это зацепило, то есть, у меня вот именно сердце легло именно к динамике вот такой, и через динамику я начал уже познавать все остальное, ну, а, естественно, на пути у тебя всегда встречаются такие ограничения или какие-то тупиковые моменты, когда ты что-то не чувствуешь, что-то не слышишь и так далее, и это не вызывает у меня уныния, почему? В силу того, что нету никакой депрессии, потому что Александр Николаевич опять же-таки в свое время сказал, что мы воспринимаем все как обучение, как учение, и что бы ни происходило, я всем рекомендую воспринимать всегда все как учение, пришел вирус, воспринимаем все как учение, пришла какая-то трагедия, воспринимаем все как учение, и тогда легче жить. Да, Саша, очень интересно, здорово, и вот как раз-таки в дополнение к этому еще такой небольшой момент, в чем как бы для тебя понимание постановки цели, постановки определения мечты, то есть ты говоришь о движении по пути, ты говоришь о том, что ты идешь, но кто это для тебя? цель, мечта, то есть твоя жизнь или путь жизненный, или судьба? Ну, конечно же, жизненный путь основанный на моей судьбе, есть два основных термина син и мин в китайской традиции, судьба и естественная природа человека, и наша задача заключается, чтобы влиять как-то на свою судьбу, хотя бы ее немножечко изменять, мы должны изменять свое естество, свою изначальную природу. И если мы этим не будем заниматься, а к этому можно прийти только через психофизические, психофизическую саморегуляцию, то есть через те цигун практики, через боевые искусства, через медитативные практики, ну, я бы еще сказал, что, конечно же, это йога, разные направления йоги, то есть я всегда говорю об этом. Вот, только так можно прийти действительно к такому пониманию, и, собственно говоря, это вот, ну, это на словах очень просто выглядит, да, вот, например, мы сейчас с тобой болтаем легко, а по жизни это получается очень сложно, там, да, то есть, ну, я всегда говорю, мы можем говорить бесконечно, потому что это не отжиматься. Не отжиматься, да, но с другой стороны, понимаешь, когда ты говоришь и транслируешь свои ощущения, а ты сейчас их транслируешь, почему? Потому что тот жизненный опыт, те навыки, знания, которые у тебя накоплены и есть, ты как бы их на основе них вот это все реализуешь, рассказываешь, и когда это рассказывается, подкрепленное реальными опытом, реальным знаниями, оно совершенно по-другому звучит, поэтому то, что мы с тобой говорим, это очень важно, очень важно для многих, Саш, потому что по-другому никак, потому что можно просто говорить, можно болтать, да, и когда ты болтаешь в пустую, это как это, на светской беседе можно о чем-то ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, поэтому здесь другой подход, и вот еще такой вопрос, для тебя здоровый человек, кто он, вот это вот выражение, в чем оно заключается? Здоровый человек, это не тот, который не болеет ничем, это мертвый человек, который не болеет ничем, здоровый человек, конечно, у него должна быть психика устойчивая, у него должна быть физиология хорошая, то есть он должен быть координированный, гибкий и так далее, но хотят минимально, и у него должна быть разумность в голове, и по поступкам можно определить, человек он здоровый психически и физически, или нет, вот это очень важно, потому что даже большинство людей, которые, например, имеют две ручки и две ножки, обладая огромнейшей силой, но при этом, допустим, психика страдает, он постоянно плачет, ему все не нравится в этой жизни, хотя у него есть айфон последний, у него есть машина, у него есть самолет, он постоянно плачет, и в этом проблемы, и он не будет никогда счастливый в этой жизни, а здоровый человек, это психически уравновешенный человек, это в первую очередь, потому что у меня был потрясающий случай, я его люблю всегда приводить пример всем тем людям, которые, ну, это постоянно по жизни, у меня был знакомый, такой очень хороший человек, он перкуссионист был, играл у Осина в свое время в команде, а перкуссии, это вот разные барабанчики, тарелочки, там, звоночки, очень профессиональный человек был, Валерий Светлов, он был карликсом, он был небольшого роста, у него была куча заболеваний, там, и так далее, и вот как-то я к нему привожу своего знакомого гитариста, джаз-гитариста, ну, я их сводил, знакомил, и, значит, мой гитарист, он очень сильный, такой крепенький человек, но после, после репетиции, значит, мы начали, естественно, пить чай, разговаривать, и вот этот гитарист начал плакаться, что у него все в жизни хреново, и так далее, и так далее, и вот этот человек, карлик, сидит на диване напротив него, и говорит, а ты знаешь, гитарист, мне тебя не жалко, посмотри на меня, и я, я не знаю, что, понимаешь, я постоянно выживаю, я специально здесь расставил табуретки так, чтобы мне было сложно ходить, то есть я каждый, каждый момент тренируюсь, и он был воином изначально, и вот этот воинский характер, вот такого плана, он, конечно, намного лучше, нежели чем вот эти сопливые, там размазанные, там по кровати, сопли, да, у человека, ну то есть. Ну да, да, это очень интересно, это как бы такой жизненный смысл, это как раз таки цель, это жажда жизни, вот настолько в нем была сильна, что несмотря на какие-то мелкие трудности, он вот посредством вот этой мечты, цели и жажды жизни, жил действительно, и получал удовольствие от жизни, и это вот, мне кажется, самое главное, если мы основном. И вот еще тогда, мы все время говорим о практиках, о техниках, но есть же моменты, которые позволяют трансформировать себя, трансформировать можно себя по разному, можно заниматься в тягуном плане классическом, а есть различные даотские направления, сейчас весна, много красивых девушек, ну и так далее, и помимо этого, есть какие-то сексуальные практики, да, есть моменты, когда человек будет раскрыться посредством либо движения, либо каких-то тактильных ощущений, есть интересные ориентированные практики, есть там еще какие-то практики, да, и вот здесь, вот отличие, допустим, цигун, тот, который, вот классическое понимание, и цигун, даотское направление, который является сексуальным практикой, который помогает раскрыться человеку женственности, допустим, вот эти вот вещи, как ты, ну, что-нибудь расскажи, потому что это очень интересная тема, я думаю, что для раскрытия это очень важно. Скажу так, что есть монотехники и есть групповые техники, безусловно, есть парные техники, есть групповые техники, именно, когда собираются мужчины и женщины, и это тоже, в принципе, называется цигун практиками, но смысл выключается из всех этих практик, занимаемся мы индивидуально или мы занимаемся в группе, занимаемся мы среди мужской команды или это какая-то такая группа, где присутствуют и женщины в том числе, и если это еще связано с сексуальными практиками, все эти практики, неважно, да, цигун практики, все они связаны с психикой, безусловно, и если мы с вами развиваем и расширяем, и утончаем психику, с помощью таких техник, это будет называться цигун. Если мы скатываемся к каким-то удовольствиям во время вот этих практик совместных, ну да, то это, получается, просто мы создаем удовольствие, то есть вот это люди должны понимать, потому что когда они приходят на такие практики, где огромное количество людей, особенно незнакомых, все приходят со своими болезнями, вот, все приходят со своими проблемами, они же хотят с помощью вот этих партнеров решить какие-то свои проблемы, да, то есть, например, это обычное явление такое, да, ну, воспользоваться чьей-то энергией и как бы уехать на коне в город. И я такие штуки, ну, как бы, познакомиться можно с этим, но заниматься этим постоянно в смешанной группе, которой ты не знаешь, я не рекомендую, для меня важны все-таки практики, которые связаны именно с одиночной работой, так как в одиночной работе или в групповой работе, где именно связано просто с набором энергии, трансформацией и так далее, без всяких потираний, хотя, еще раз говорю, что эти потирания, особенно людям, которые очень чувствительны на контакт, им контакт, если очень нужен, то, конечно, хорошо просто заниматься массажем, либо найти действительно хорошего партнера, и если они, допустим, занимаются практиками, цигун практиками вместе, если они оздоравливают друг друга, если они следят за своим здоровьем, то, конечно, такие практики помогают расширить мировосприятие, потому что вот сексуальная энергия, она самая мощная, и с ней очень сложно работать, потому что, в основном, люди достаточно такого живого уровня в сознании, и, как правило, это переходит просто в банальный секс, и, ну, ни о каком цигуне, собственно говоря, тут и речи не может быть, то есть, вот эти вот техники можно делать только в том случае, если действительно человек уже развил свой юаншин. Да, вот как раз мы говорим о трансформации, о умении использования знаний, то есть, знания, их можно использовать по-разному, можно в одном направлении, для деградации, а можно, наоборот, для развития, и вот это важный момент, и вот как раз ты писаешь, вот дальше, как бы в тематику, мифы, связанные с практикой цигуна, о наложении, бессмертии, сверхспособности, что реально, а что вымысел? Реально все, реально все, просто такие люди, как правило, не показываются, но мы с тобой, например, знаем, и таких людей видели неоднократно, вживую, вот кто, например, о таких людях не знает, я просто рекомендую, Джон Ченк, он умер, к сожалению, в том году, вот, известный такой китайский мастер, жил долгое время в Индонезии, на острове Ява, есть даже книга с ним, называется, Макс Явы, написал, написал один из его учеников бывших, который был изгнан, вот, за неправильное поведение, как и обычно и случается, вот, он как раз демонстрирует, на Ютубе, как раз он показывает, все свои возможности, которые он добился, с помощью цигун практики, боевых искусств, и это было действительно так, я всегда говорю, что вот эти китайские техни, фильмы, где китайцы летают, там, с бамбука на бамбук, там, или там, по воде бегут, или там, какие-то огненные шары пускают друг друга, это действительно все есть, но просто этому нужно учиться очень долго, и пистолет, например, да, он просто заменил вот эти все практики, свел на нет просто, в один прекрасный момент, конечно, вытеснил, те повстанцы, желтые пояски, которые были в начале того века, вот этот бунт известный китайский, где расстреляли этих мастеров боевых искусств китайских, ну, там, буквально очень быстро, потому что им казалось, что они все цигунисты, очень крутые, но кто-то увернулся, кто действительно был мастером, а большинство в основном просто убили. Понятно. Ну да, Саша, а еще вот следующий момент тогда в этом плане, то есть получается, как бы, миф к мифу, но при правильном приложении, как бы, момент изучения, мы всегда докапываемся до иска. И вот здесь еще такой момент, многие, как бы, кто-то занимается йогой, кто-то занимается цигуни, кто-то занимается рукопашным, кто-то стремится создать свой бизнес, и вот на примере, допустим, практики создания бизнеса, с точки зрения цигуни, то есть можно ли создать действующий проект, бизнес, как цигун проект, как жизненный проект, или еще что-то, или нет, в твоем понимании? Хочется всегда какой-то метафоры сказать, но люди не поймут, поэтому буду говорить прямо, как Никита. Возможно, можно, но я таких людей не видел. Да. Я стараюсь. Ведь дело в том, что если ты занимаешься этими практиками, то какие-то вещи тебя не особо интересуют. Чем больше ты утончаешь свое восприятие к миру, тем меньше тебя интересует, что ты здесь, особенно если ты уже давно живешь на этой планете. И, конечно, приоритет у тебя, допустим, в молодые годы это было одно, в средние лета это были приоритеты другие, сейчас это приоритеты другие. Но, например, я скажу так, что, например, если молодой человек выучил там комплекс буквально за месяц и готов его продавать, на такого человека пойдут. И знаешь, почему пойдут? А потому что он ближе им по энергии. Они его будут лучше понимать, нежели чем меня или тебя. Так как мы уже не можем донести. Ну, то есть нам простые вещи рассказывать не особо интересно, а он будет рассказывать это, как, понимаешь, потому что он это переживает именно сейчас. И люди ему будут больше верить, нежели чем нам. А вот это со всеми профессионалами случается такое. Профессионалов неинтересно слушать, они слишком далеко, слишком заоблачно где-то находятся. И даже если они будут делать проекты, они со многими вещами не будут соглашаться. То есть, например, люди, менеджеры тебе будут предлагать, говорят, вот так вот надо делать, вот так вот. А ты будешь... Это неинтересно, потому что это мне неинтересно. И с тобой, возможно, даже точек соприкосновения и не получится даже, в силу того, что ты по-другому это все видишь. Но молодой ум, вот именно и такой вот, который готов к великим подвигам, он еще идеалист, у него там большие грандиозные планы, у него даже, возможно, это лучше получится, нежели чем, допустим, у нас. Опять и в силу того, что приоритеты абсолютно другие. Да, очень интересно. Саш, и еще, смотри, когда ты много путешествует, для тебя, когда ты отправляешься в поездку, что руководит страной, в которой ты выбираешь, ну, допустим, что-то новое, какую подготовку ты делаешь, то есть, с какими ощущениями, то есть, как ты это настраиваешься, и от чего это зависит? Поездки бывают разные. Поездки бывают за учителями, в другие страны, обогащение своего опыта. Поездки бывают, как туристического характера, спортивного такого, когда мы куда-то сломя голову с рюкзаками чешем. Это бывают такие поездки, когда мы просто выезжаем на красивую природу, то есть, поездки бывают разные. Соответственно, и цели, и подготовки разные. То есть, мне, например, на море не нужна никакая подготовка, потому что я там буду матрасничать, просто лежать там. И, ну, там, позанимался в воде, порастягивался на пляжике, напитался солнцем утречком, хорошо выйти, солнце встретить на закате, хорошо проводить в океан, например, солнце, как это бывает там на берегу океана. Если это в горах, то, конечно, туда нужна подготовка. Чем выше горы, например, все вы знаете, что где-то с 3600 метров над уровнем моря уже условия такие очень жесткие, и к таким, к высоким горам нужно уже готовиться более серьезно, потому что горная болезнь, она на подготовку не смотрит у человека. Вот буквально два года назад на Эльбрусе под организацией Red Fox как всегда был забег на Эльбрус и приехал к другому парню, помнишь вот этот момент, он на второй день побежал, то есть разминался как бы на высоте 4000, более 4000, и в результате отказалось сессо, потому что в долине, когда сбегут спортсмены, это одно, когда они выходят на вершину, абсолютно все работает по-другому, и они думают, что они сейчас передают свое состояние, а в результате это получается просто плачевный какой-то момент, ну и вот с Александрой и Конториной, с которой я вот делал неоднократно сам эфир, и мы с ней познакомились буквально в этом году в Эдыге, очень известный международный спортсмен по разным классам, по разным видам спорта, и она вот тоже самые моменты рассказывала, она говорит, очень важно спортсмену смотреть на часы, потому что воля развивается очень сильно, и ты можешь не услышать даже тело, когда оно отключается, и вот она ехала на велосипеде по горам, и в какой-то момент там все приезжают и пьют водичку там с витаминками, там еще что-то, она сказала, я не хочу проезжать буквально 200 метров, и у нее падают шторки, то есть она просто падает в обморок, и она ничего не смогла с этим сделать, и после этого она поняла, что все-таки нужно считать свои калории, особенно когда у тебя огромнейшие нагрузки, посты, такие очень мощные. Ну да, и это важно как раз-таки по жизни, когда человек задачивается какой-то целью, какой-то, ну, может быть, не то, чтобы реальной мечтой, а жаждой больше руководствуется, и вот начинает двигаться, и оно тоже может приводить к неприятным последствиям, как и спорт, ну, спорт, как бы осознанное понимание, куда ты идешь, а жажда, она иногда вот изнутри, надо, 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 надо. Ну, даже не надо, надо, дело в том, что это как у наркоманов, вот честное слово, я просто по себе знаю, когда у тебя хорошо что-то получается, и тебя от этого начинает переть, ты уже на многие вещи не обращаешь внимания, и ты уже не обращаешь, например, на микротравмы, которые у тебя создаются в процессе отработки того или иного движения, и в результате в какой-то момент, если ты не останавливаешься, у тебя приходит настоящая серьезная травма, которая тебя отгоняет на два месяца или на месяц обратно, и вот ты там начинаешь восстанавливаться, и утраченное время, и это ни к чему, конечно, вот разумный подход, это, конечно, самый лучший вариант, но мы так, но мы все равно так или иначе все иррационалы где-то, да, все равно мы так или иначе все наркоманы, если у нас что-то получается, если мы от этого кайфуем, мы иногда не слышим свое тело, не слышим свои чувства, не слышим свою интуицию, мы просто прем до первой травмы серьезно. Даша, скажи мне еще, пожалуйста, ты руководишь проектом «Медзнание», ты создал определенную систему, в рамках которой ты занимаешься, и которая позволяет исходя из твоего опыта, знаний, как бы, вот это внести, показывать, и обличить людей. У тебя в ближайшее время планируется очень интереснейшая поездка на Эльбрус, то есть вот буквально там через несколько дней, где очень интересная программа, это рукопашный бой, это и восхождение, это и места силы, это и Эльбрус, это и снег, и лыжи, и, как это, ванны, теплой водой, забыл, как называется, у него не суть важна. Да, да, да. Расскажи, что вот немножко об этом очень интересно. Сам проект, безусловно, самому проекту уже, ну вот в этом году будет 21 год, это майские встречи, мы их назвали так, в свое время получилось так, что мы познакомимся с интересными людьми, которые непосредственно там живут, и которые были готовы приглашать, сначала нас просто пригласили, меня пригласили, как мастера боевых искусств, я там показывал местным ребятам, которые занимаются акидой, свое боевое искусство, и потом получилось так, что мы начали приезжать каждый год, и потихонечку этот фестиваль превращался не просто уже в фестиваль боевых искусств, а это был фестиваль по разным направлениям, и что мы сейчас видим, это фестиваль, который состоит из разных направлений, это и цикл практики, это и сальсо-танцы, и латер-хоматонно-американские танцы, и это боевые искусства разных направлений, и это массажи, и это и ТКМ, вот как ты, например, в прошлом году, в прошлом времени участвовал, как инструктор по ТКМ на традиционной китайской медицине, вот для меня очень важно на таких фестивалях, вот на этом фестивале это как раз показать как можно больше интересных инструкторов, которые могут поделиться своим опытом, которые могут передать как-то, ну, простым языком, это рассказать о сложном, вот так вот, скажем-то, и когда это происходит, и плюс, естественно, это горы, это атмосфера, которая создается вот в этой большой группе, и к 9-му числу, конечно, уже появляется такая сплоченность у всех, и все уже набрались энергии от гор, от практик, немного уставшие, потом приезжают домой, понимают, что что-то они получили такое, что, ну, нельзя купить просто где-то, взял магазин, и, конечно, люди на это посаживаются, и много-много людей прошло через нас, они изменили свою судьбу, они изменили свою жизнь, многие изменили, многие уходили на другие работы, потому что у них появлялась сила, и они находили именно то, что им было интересно только в мечтах, а после этого получилось так, что они начали находить себя, кто-то начал делать такие же примерно проекты, как и мы, вот, но это действительно интересно, это просто, для меня это интереснее, ну, опять же, это было от Александра Николаевича в видео, который мне, собственно говоря, показал, как жить без наркотиков, и тут я тоже, собственно говоря, основная цель показать людям, что можно жить без выпивки, можно жить, ну, как целостно, организованно, разумно, вот, приезжать в горы не просто побухать, например, как большинство, да, приехали, на лыжах покатались, вечером выпили, ну, и как-то, и все вроде, да, единственное, плюс тут они покатались, вот, а мы показываем вот такое, такое событие, ну, как бы, полное, глубокое, с утра и до вечера, то есть, можно себя занять просто серьезными техниками, можно занять себя какими-то выходами в ущелье, где потрясающие красоты, конечно, да, 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 там действительно очень интересно, я ездил туда с двумя старшими своими мальчишками два года назад, но в прошлом году не получилось в связи с всеми известными событиями, ограничивающими передвижение, ну, как бы, вот, и дети были просто восторжены, то есть, для них это было вот что-то, что действительно поменяло некий взгляд на жизнь, и вот это замечательно, потому что встречи, те, которые вы организовываете, они действительно встречи интересных людей, то есть, таких вот, если ты даже приезжаешь туда вот какой-то расстроенный, пустошим, усталый, то ты уезжаешь оттуда наполненный, вот легкая усталость присутствует, это тапота в гору, там еще куда-то, перемещение, потому что нагрузка очень большая, но та природа, то общение с разными людьми, с разными техниками, это и танцы, это и йога, это и медитация, и прогулки, это и лыжи, прям супер, Саша. И у меня еще вот вопрос, как бы мы задали, попросили спросить, какую ты книгу порекомендуешь для прочтения, которая может помочь раскрыть смысл жизни? Вот у нас про смысл жизни, на самом деле, это самая такая глубокая тема, потому что она волнует не только философов и психологов, она также волнует и всех людей, которые так или иначе в какой-то момент сталкиваются с какими-то проблемами своими личными, и все зависит, конечно, от уровня сознания человека, насколько он хочет разрешить свою ситуацию, насколько он хочет реализоваться полностью, то есть вот эти, ну то есть я к чему это веду, в принципе, нет такого однонаправленного ответа, потому что люди разные, они должны какие-то решать свои задачи, и каждый решает на своем уровне, я могу, конечно, порекомендовать какие-то сложные книги, но человек может просто их не сказать, да что за ерунда какая-то там билетристика или там наоборот слишком заумно все, вот, для чего, собственно говоря, я, например, весь год читал Дао Дуи Цзин, чтобы людей привлечь к этому неразумному трактату, потому что большинство людей просто, когда в первой стройке читают, они говорят, что за бред, что за сумасшедший этот все читал, вернее, писал, что это за дядька такой, и вот именно это меня сподвигло, потому что большинство не понимает трактат Дао Дуи Цзин, а его и нельзя понять, если ты не практикуешь, если у тебя нет, ну, как бы, личного опыта в практиках, потому что Дао Дуи Цзин это не философ, это и в том числе философский, как бы, путь, но в основном это для тех практиков, которые занимаются внутренним развитием, то есть Син и Нин. Но на начале читать я все равно Дао Дуи Цзин не рекомендую, я рекомендую читать все-таки попроще какие-то трактаты, но и лучше всего даже не трактаты, а читать такого известного популиста, в свое время он был, его зовут Оша, то есть Океан, вот, и самая первая книжка, которую я рекомендую его для прочтения, это Дао Путь Без Пути, вот там хорошо так описано и про путь, как бы, человека, и куда он должен идти, и гречичное зернышко, или пока ботинки не жмут, это еще одна его из старых книг, в принципе, Оша никогда не писал, как и Муджи, как и большинство мудрецов, как и Иисус никогда ничего не писал, а вот за ними, как правило, записывали ученики, и в какой-то момент это все издавалось, вот, естественно, перевиралось большинство. Понятно. Саш, спасибо большое, у нас, как бы, время эфира ограничено, и вот, как бы, подводя итоги, самый последний, ну, как бы, вопрос или просьба, можешь ли дать вот нашим зрителям, всем, кто смотрел, будет смотреть совет от Александра Зуева? Да, друзья мои, идите таким путем, чтобы он был отсерз, это самое главное, если будет путь не отсерз, то, конечно, будет много трудностей всяких. Спасибо всем, извиняюсь, друзья, комментарии я не включу, но вопросов времени ограничены, и, к сожалению, вот так сложилось, поэтому я благодарю моего гостя, гостя эфира «Щупаю жизнь», так сказать, тематически чисто направления, немножко прощупали Сашу, в меру того, что он позволил себе, как бы, прощупать и рассказать о себе, но Саша поделился очень интересной информацией, то есть у нас в гостях был Александр Зуев, мастер, рукопашный мастер Цигут, мой друг и настоящий, живой, настоящий, пренастоящий человек. Так что, Саша, благодарю тебя, тебе тоже удачи, здоровья, хорошей поездки, отличных, как бы, планов от других и от всех, и вот этой вот наполненности жизни, жизненности перецессивной мент, чтобы она была в жизни всегда. Спасибо, Сереж, спасибо, друзья, что вы нас смотрели. До новых встреч. Все, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.